Побеждайте эти мысли, понимаете, вот они лезут в голову, вы думаете о Боге и молитесь, и вы увидите, как эта память, она начнет словить. То есть вы, возможно, побеждаете все эти вещи, не надо им потакать. Люди всегда судьбу воспринимают как что-то, ну, что-то, которое непреодолимо, да? Человек говорят, у вас такой диагноз, все непреодолимо, там, чувствуешь, что в ДТП все непреодолимо. Надо просто думать о Боге и молиться, и преодолевать. Не надо вот этим всем доверять. Олег Иванович, я сейчас на секунду обреку ваша внимание, прошу, пожалуйста. А еще у меня сын весь старший, с ним не связано вот этого, как бы? Ну, он такой немножко безбашенный, как бы, но я не вижу, что бы у него в абаре были какие-то уже. У него, конечно, это уже было до этого, какая-то травма, что ли, была какая-то. Он в абаре попадал? Попадал, так. Все, больше ничего не было. Все, вот это аппарат, вот, как бы. Ну, а то я его уже на 100%. Он на машине ездит? Да. Ну, надо поменьше ездить на машине, он невнимательный. Ну, это была работа такая связанная. Ну, вы знаете, он раньше был невнимательный, сейчас он с отцом работает. И вы знаете, что я в него вкладывала, там он вкладывала. Вот сейчас отец на него влияет, я его просто... Ну, молитесь за него. Ну, и так и делаем. Ну, все, и нормально, все. Я вам по полной жизнью пошел. Надо говорить не о том, что плохо, а о том, что хорошо. Ну, конечно, нет. Вы сейчас не рассказали объем работы, вот и работайте с ним. Ну, я понимаю, потому что... Все, не надо ныть, надо делать. Спасибо. От этого ничего лучше не становится. Я думаю, Олег Иванович, это я вам просто пожаловалась. Это называется ликюр. Ну, простите, пожалуйста. Почему? Спасибо большое.